Осторожно гололед. Заморозки сразу после дождя превратили тротуары Старого Оскола в каток. Накануне лед припорошилось снегом и в трампунте выстроилась очередь из пострадавших. Продолжит тему Оксана Шиманович. Капризы погоды вновь обрушились на старооскольцев. Минус после дождя сковал тротуары льдом. Особенно опасно ходить по улицам стало накануне, когда лед покрыл снег. Скользко очень. Потихоньку идем. Скользко, конечно. Лед замерз. А сейчас снежочек. Сейчас тем более скользковато. Я, собственно, сегодня так мало ходил. Ну вот, сейчас вышел. Тут по дороге чувствуется поблизости здесь. Не знаю, как там дальше. Очень скользко. Я осторожная шла. Ну, было, поскальзывалось. Оставаемся реже выходить. И осторожнее ходить, помедленнее. На улице скользко сегодня? Не то слово. Только что головой прыгает. Вы упалищики? Да. Везде скользко. Очень скользко на дороге. Я не понимаю, почему коммунальные службы не работают и не посыпают песком. Я думаю, что очень много будет травм. За минувшие сутки в травмпункт с разными жалобами обратились 150 человек. Это на 20% больше, чем в понедельник. Половина староскольцев получили травмы в результате падений на улице. Среди них и Людмила Рацинская. Гололед шла по дороге и упала рядом с судебными приставами на Олимпийском. Рука сильно болит. Очень сильно. Под снегом гололед. Наступила и поехала нога. Все, упала сразу. Погода и то, что не чистят у нас нигде ничего. Поэтому падаем. На сегодня травматологическое отделение Первой горбольницы не переполнено. Госпитализация после падения на льду нужна далеко не всем. Обратившиеся были с травмами, ушибами, растяжениями, подвывихами. Все травмы были расценены как легкие. Впереди еще почти месяц зимы. Поэтому лучше выходить на улицу в удобной обуви. Не спешить и быть осторожнее. Оксана Шиманович, Алексей Грачев, Денис Остапенко, 9 канал.